Как стать финансово грамотным человеком? Лекции на эту тему проводит Сбербанк России в вузах страны. Всероссийская акция приурочена ко дню студента, который отмечается 25 января. Узнать тонкость и обращение с деньгами в реалиях современной жизни смогут студенты более чем 100 российских вузов. В роли преподавателей – топ-менеджеры Сбербанка. На Дальнем Востоке лекции пройдут в 10 вузах. Сегодня считать и вкладывать деньги студентов в ГУЭС учил председатель Дальневосточного банка Дмитрий Суховерхов. Вместе с вами это может стать интересным путешествием в мир личных финансов, инвестиций и акций. Дмитрий Евгеньевич, вам слово. Мы считаем тему финансовой грамотности очень важной для страны и считаем, что как практикующая организация у нас есть определенный опыт и мы хотим и готовы с ним поделиться. Как составлять финансовый план, вести бюджет? Какие финансовые продукты банка могут это делать за клиента? Как не попасть на уловки мошенников, выбирать продукты под цели, стать инвестором и просчитать риски? Те вопросы, которые обсуждались. Кибермошенничество – это такая же реальность настоящего времени, как карманное воровство за всю предыдущую историю человечества. Мы будем жить с этим, это будет развиваться. Наша задача – осознавать и реально противодействовать. Дмитрий Суховерхов рассказал также будущим специалистам, как грамотно вкладывать заработанные деньги и внимательно смотреть, что написано в финансовых документах мелким шрифтом. Вы должны понимать две самые главные вещи при инвестициях. Две основные вещи. То есть все меняется, но две вещи остаются неизменными. Первое соотношение – риск-доходность. Это как с складом. Чем больше условий, тем ниже ставка. Здесь в другую сторону. Чем больше риск, тем выше доходность. И, соответственно, вы должны понимать, чем выше доходность, тем больше риск. Современные студенты – люди внимательные и думающие. Вопросы задают глобальные. На данный момент 85% операций переходит в Сбербанк онлайн. В связи с этим будет ли связано закрытие некоторых филиалов? Или как выгодно ли вообще в банку держать столько много филиалов по стране? Во-первых, это частично наша социальная ответственность, потому что мы являемся опорным, наверное, финансовым институтом России. И мы чувствуем ответственность за то, чтобы большинство жителей могли получать нормальный доступ к финансовым услугам. Мы не сокращаем свою филиальную сеть в сельских населенных пунктах. Спасибо большое. Умение видеть какие-то неявные вещи – это ценное качество. Вам книжка «Действуй как лидер, думай как лидер». В течение трех или четырех лет мы реализуем проект «Приглашенный в Пикер», когда специалисты, топ-менеджеры Сбербанка приходят и общаются с нашими студентами. Вот сегодня яркий пример такого сотрудничества, который полезен нашим студентам, но прямо учить. Лекции по финансовой грамотности для студентов России будут проходить до 30 января. За это время Сбербанк научит считать деньги тысячи студентов. В дальнейших планах банка научить финансовым тонкостям работающих граждан и пенсионеров. Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.